В этом видео мы быстро и эффективно повторим 80 разговорных выражений из последних 7 диалогов, а также проработаем один диалог по супертехнике, которая даст тебе 100% результат изучения языка. И я тебе расскажу о технике трех минут. Если ты хочешь качественно повторить изученный материал за 7 последних диалогов и научиться пользоваться двумя супертехниками, тогда устраивайся поудобнее и начинаем. C'est parti! Привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал для всех любителей иностранных языков и на наш курс по французскому языку. Французский язык по диалогам легко и быстро. Базовый французский язык от 0 до уровня А2 за 50 диалогов. Если ты впервые на моем канале, хочу обратить твое внимание на плейлист «Французский по диалогам», где ты найдешь все диалоги от первого, заканчивая сегодняшним. И, соответственно, сможешь изучить вместе с нами французский язык с 0 до уровня А2 за 50 диалогов. Поэтому, если ты хочешь вместе с нами изучать этот красивый язык, тогда подписывайся на мой канал. Если ты еще не подписан вдруг, сделай красную кнопку серой. Не забудь нажать на колокольчик. Поставь лайк, если тебе нравится французский язык. Это все поможет мне в продвижении моего канала и моего курса. И будем изучать вместе этот красивый, замечательный язык. Итак, 28 занятие. Это очень важное занятие, потому что оно у нас обобщающее. Мы с тобой повторим изученные материалы за последние 6 занятий. Но вначале несколько вводных, очень важных моментов. Мы знаем, что в языке это самое главное регулярность и повторение. Это является ключ к успеху. Поэтому я тебе рекомендую, чтобы ты самостоятельно прослушал еще раз наши занятия от 2 до 27. И желательно при этом двигаться, быть активным, прослушивать, если ты можешь слушать и что-то делать. Но при этом слушать и активно повторять слова и выражения. Это очень важно. И я тебе дам несколько советов. Полезный совет номер один. Бери из каждого. Вот я написал, берите из каждого диалога новые глаголы. И спрягайте каждый день один глагол. Да, те глаголы, которые встретились для вас на этой неделе. И они были для вас новые. Можно и нужно их спрягать. Даю онлайн-ресурс, на котором есть спряжение глаголов. Сначала ты его спрягаешь. Ты можешь это делать письменно, либо устно, по основным временам, которые мы с тобой прошли. И, соответственно, потом себя проверяешь по этому онлайн-спрягателю. Потому что очень важно качественно и правильно спрягать глаголы в любом языке. И в французске не исключение. Полезный совет. Техника трех минут. О этой технике я еще никогда не рассказывал. Ты будешь первым, кто об этой технике узнает. На этом занятии техника трех минут. Записывай себя на диктофон каждый день. Вот я пишу минимум пять раз в неделю. Можешь два раза в неделю отдыхать, например, на выходных. А пять раз в неделю себя записывай. Выбираешь любую тему. Город, продукты, еда, аптека. Любую тему, которая приходит тебе в голову. Каждый раз это должна быть новая тема. Есть несколько шагов, которые упростят тебе выполнение данной техники. Первое. Выбираешь тему и пытаешься говорить три минуты на французском языке, включив диктофон. Может быть, у тебя получится не очень хорошо. Это все зависит от твоего уровня и от словарного запаса. Затем в три минуты ты постарался что-то поговорить. Затем второй. Эту же самую тему ты записываешь себя на русском языке и тоже говоришь три минуты. Но уже говоришь на русском языке. При этом стараясь на русском языке, может быть, не использовать чересчур трудные конструкции. Говоришь обычным своим русским языком на данную тему. Три минуты. Затем ты прослушиваешь то, что ты наговорил на русском языке. И записываешь какие-то ключевые фразы, слова, которые ты использовал. И которые ты не знаешь во французском языке. Посмотри эти слова и выражения. Переведи их. Переведи их. Я вот даю два ресурса. Слова в контексте. Мне очень нравится этот онлайн ресурс. И онлайн переводчик. Он считается одним из самых лучших сейчас на данный момент. Соответственно, ты перевел те фразы, слова, которые ты использовал на русском, на французский. И постарался, может быть, их запомнить, несколько раз прочитать. А потом держишь эти фразы перед собой, рядышком на бумаге. И еще раз себя записываешь на французском языке. Три минуты на эту же самую тему. Используя новые фразы и слова. Это супер техника. Потому что, во-первых, ты расширишь словарный запас. Во-вторых, ты перестанешь бояться. Есть страх записи себя на диктофон. И, во-вторых, ты разговоришься. Потому что это практика. Если у тебя нет возможности с кем-то говорить, ты сможешь поговорить сам с собой. Но самое главное, что ты будешь говорить и использовать мышцы речевого аппарата. Это супер техника. Пожалуйста, пользуйся минимум пять раз в неделю. Если вдруг тебе не хватает грамматики, тогда можно использовать любой качественный самоучитель. Что я имею в виду под словом «качественный». Ты приходишь в книжный магазин. Если у тебя нет в другом дома самоучителя, берешь самоучитель в руки. Если тебе нравится та же самая обложка, качество материала. Если тебе комфортно держать это в руках. Потом открываешь оглавление. Смотришь. Смотришь, есть ли много примеров на французском, на русском. Как вообще? Как тебе будет впечатление от этого самоучителя? Потому что они все плюс-минус неплохие. И желательно, чтобы в самоучителе был аудиодиск. Если вдруг там есть какие-то диалоги, либо фразы, чтобы они еще были озвучены. Это в идеале. Но основная цель, если вдруг тебе не хватает каких-то грамматических знаний, потому что на моем курсе я даю прям совсем-совсем немного. Самую базу, потому что мы больше говорим и изучаем словарный запас. Либо курс Дмитрия Петрова «16 уроков французского языка» на YouTube. Ты можешь его найти абсолютно бесплатно. Он тоже дает базу, больше всего фундамент грамматический, плюс самые распространенные слова. А сейчас давай проработаем один диалог по супертехнике. Я уже рассказывал про эту супертехнику в своем видео, которое называется «Как самостоятельно изучать язык. Лучшая техника». Оно будет где-то здесь, вверху ссылка. Если ты еще не видел, посмотри. Сейчас я не буду говорить подробно об алгоритме. Ты его видишь на экране. Плюс можешь посмотреть видео, если еще не смотрел. Тогда ты будешь точно понимать, как выполнять данную технику. А мы сейчас с тобой ее сделаем прямо сейчас по основным этапам. Итак, сейчас слушаем с тобой диалог, который мы уже когда-то слушали за последние шесть занятий. И твоя задача записать его фразу за фразой на слух. Можешь перематывать несколько раз, ставить, конечно, на паузу. Твоя задача максимально записать его на слух. Если слово вообще никак не слышится, можешь ставить прочее. Во-вторых. Субтитры сделал DimaTorzok Отлично. Надеюсь, сейчас у тебя есть текст на бумаге. Давай проверим перевод. Можешь нажать на паузу и проверить перевод, взять другую пасту и подкорректировать. Вернее, не перевод, а текст, который ты услышал. Ставь на паузу, потому что я сейчас буду... весь текст не вошел на одну страницу. Поэтому тут вот здесь можешь нажать паузу, проверить. И вот здесь. Отлично. Проверил перевод. Сейчас ты можешь этот текст несколько раз слов еще громко прочитать, либо вернуться к аудиозаписи, перемотать это занятие и еще раз прослушать, потренируя произношение, если ты хочешь и считаешь это нужным. Второй этап. Сейчас ты переводишь этот текст на русский язык. Нажимай на паузу и делай перевод на русский язык этого же самого диалога. Поехали. Окей. Ты сделал перевод, я надеюсь. И сейчас давай проверим твой перевод. Тоже можешь нажать на паузу здесь. И здесь. Твоя задача подправить перевод другой пастой. Посмотреть, что ты перевел не так. Окей. Отлично. Проверил перевод на русский язык. И сейчас ты можешь делать сейчас, либо через несколько часов, либо на следующий день. Ну, можно сделать и сейчас. Этот же текст, уже на русский твой перевод, ты переводишь на французский. Только не подсматривай то, что ты записывал со слуха. Убери тот текст. Твоя задача сейчас с русского языка – письменно перевести на французский. Нажимай на паузу и делай это. Отлично. Твой перевод, он у тебя, во-первых, ты можешь проверить по моему тексту на экране. Первая часть. Вторая. Ну, и у тебя он есть, когда ты записывал со слуха. Окей. Как тебе это задание? Было ли много ошибок? Поделись в комментариях, какие у тебя были ошибки, насколько было трудно это выполнять. Это супертехника. О всех плюсах ты узнаешь в видео. Ссылку на него я давал про эту технику. А сейчас перейдем ко второй части нашего сегодняшнего занятия – приложению Quizlet. Итак, приложение Quizlet. Надеюсь, ты им пользуешься, чтобы повторять слова и слова. Все слова и фразы с наших диалогов. Сейчас сколько нам позволит время и 10 минут, давай их вместе потренируем. Я читаю на французском. Ты можешь закрыть глаза, либо смотреть на экран, как тебе удобно. И вспоминай перевод. Можно не вслух, можно про себя. Окей, поехали. Французы увлечены играми на день. Каждую неделю, миллионы мужчин и женщин играют в одну из основных игр. Лотон, лего инстантаин и пэмэру. Лото, гнагранное латерее и лошадь, нэбега. Первые две относятся к казарным играм. Нужно или выбрать номера в нужном порядке, или стирить закрашенные клеточки на билете, которые покупают в табачном баре. Есть также игры в казино, но они очень строго регламентированы. Во всех случаях, все играют с одной мыслью – разбогатеть. Но так как игроков очень много, мало кому выпадают крупные выигрыши. C'est ça. Les gens – два азара. Un jour – vous perdez. Et le lendemain – таковы азартные игры. Сегодня вы проигрываете, а завтра – vous perdez encore. Вы проигрываете еще. Ils jouent en fútbol. Он играет в футбол. Elle joue de la guitare. Она играет на гитаре. Tous les journaux. Все газеты. Venez tous à 8 heures. Приходите все в 8 часов. Il y a une grande table de mon appartement. Есть большой стол в моей квартире. Le loto. Le loto. Qu'est-ce que vous faites, Jean? Что вы делаете, Jean? Je fais mon loto. Я заполняю или делаю mon loto. C'est toujours très intéressant. Это очень интересная игра. Regardez. Vous prenez cette carte et vous choisissez une série de numéros. Смотрите. Вы берете эту карточку и выбираете серию номеров. Par exemple. Ici. J'ai le 5, le 7, le 11, le 22, le 43 et le 48. Например. Здесь у меня 5, le 7, le 11, le 22, le 43 et le 48. Ensuite, vous mettez une croix sur ce numéro et vous donnez la carte au patron du tabac. Затем вы ставите крестик на этих номерах. Зачеркиваете номера. И вы даете карточку хозяину табачного бара. Ну и что? Ну и вы ждете результатов. Если вы выбрали правильный номер, вы выиграли. Ну и вы выиграли. No, pas encore. Нет, еще нет. Bon, moi je vais jouer. Je choisis le 2, ensuite le 13, le 14, le 20, le 30 et le 32. Ладно, я сыграю. Я выбираю 2, затем 13, 14, 20, 30 и 32. Ah, bon vin. Хорошее вино. Cette soupe est très bonne. Этот суп очень вкусен. Voilà la bonne réponse. Вот правильный ответ. Отлично. Дальше. Le paston numéro 1. Hobby numéro 1. Il y a un autre jeu, que nous avons eublia. Есть другая игра, о которой мы забыли. C'est le jeu de boule ou la pétanque, un jeu qui vient du sud de la France. C'est le jeu qui demande beaucoup d'habilité, beaucoup de concentration et un peu de passion. Эта игра требующая много ловкости, большой сосредоточенности и немного страсти. Mais il y a un autre paston en France. Nous y a un autre paston en France. Les gens le pratiquent, ils parlent, ils le vivent à chaque moment. Люди его практикуют, они говорят о нем, живут им каждое мгновение. C'est le paston numéro 1. C'est le paston national numéro 1. Bien manger. Это национальное увлечение номер один. Хорошо поесть. Друзья, здесь я предлагаю закончить повторение вместе о 7, потому что мы не успеем и выйдем за рамки 20 минут. Эти три модуля, получается три модуля, которые мы прошли за последнее занятие, ты можешь самостоятельно повторить в приложении Кузли. Удобное для тебя время. Итак, подводим итоги. Как тебе сегодняшнее занятие? Буду благодарен твоему лайку, если занятие было полезным, потому что сегодня я дал тебе несколько советов, как лучше обобщить изученный материал плюс техника трех минут. Она действительно работает. Ну и, конечно, супертехника по работе с диалогами. Она, безусловно, работает. И, конечно, мы с тобой немного повторили тот словарный запас, который мы брали на последних шести диалогах. Суперсоветы ты знаешь, наверное, наизусть. Если ты смотришь занятия не в первый раз, пожалуйста, используй их. Итак, пользуйся этими советами, практикуй французский. И мне нужна твоя обратная связь. Пожалуйста, напиши в комментариях, чему ты научился за шесть занятий. Что было легкого, что было тяжелого. Мне очень нужна твоя обратная связь по твоему прогрессу во французском языке. А я тебе желаю хорошего дня и до встречи. Je te souhaite une bonne soirée, une bonne journée ou matinée en revoir. Très bien temps. Чао.